всем еще раз здравствуйте дубль 2 у нас почему-то выбросила нас из эфира не знаю в чем дело что-то с instagram поэтому пробуем зайти в эфир еще раз у нас сегодня с вами новиночка у нас сегодня презентация новой коллекции красок гелевых шторм сегодня будем их выкрашивать рассматривать буду рассказывать чем красочки гелевые отличаются от гель-лака так что пробуем еще разочек кто только к нам присоединился всем добрый день настраиваем и пробую пробую еще раз начать что-то происходит с instagram я уже не первый раз слышу том что возникают с ним проблемы последнее время но у нас это не остановит и мы обязательно продолжим с вами и так набор красок гелевых именно красок не им пост именно красок гелевых шторм эта коллекция осенние цвета очень крутые цвета очень насыщенные в общем будем будем добавлять яркости разбавлять серые будни осенних дней яркими красками выкрашу обязательно сейчас вам коллекцию покажу ее уже выкрашенной смотрите какие красивые оттенки естественно камера не совсем до конца передает все вот эти блики переливы цвета очень крутые цвета очень насыщенные сейчас поговорим о том чем же красочки все таки отличаются от гель лаков как мы работаем с вами красками красками мы работаем всегда отдельной кистью для красок берем кисть либо овал четверочку либо овал шестерочку не имеет значения какую вам удобно и работаем уже отдельной кисточкой кисти как вы знаете мы правом промываем только в жидкой базе либо в жидком топе ни в коем случае никаких агрессивных средств и только влажная салфетка напоминаю об этом еще раз потому что многие все время спрашивают как ухаживать за кистями всегда советую девочки не выбрасывать колпачки вот этот колпачок который у вас идет в комплекте старайтесь его не выбрасывать после использования обязательной кисть колпачок и в темное место таким образом у вас всегда всегда кисть будет в хорошем состоянии декорации девочки у нас будут декорации сегодня покажу еще раз декорации вам будем делать когда дизайн и которые уже вышли и вечером у нас будет эфир на аккаунте екатерины мирошниченко и там мы с вами будем рассматривать еще и новые декорации которые вот-вот выйдут у нас всегда очень обширная коллекция декорации и мы зачастую и разбиваем на несколько частей чтобы дозировано все выпускать так начинаем выкраску смотрите хотела вам как раз показать когда нас выбросила на коробочке есть перевод цветов цвета такие названия прям очень красивые импульс небесный удар багровая ночь пацифика возрождение буревестник цвета на самом деле очень завораживающие также как и их название берем первый наш оттеночек это багровая ночь начинаем прям по порядку показывать буду поближе чтобы было видно все блики все переливы смотрите какой красивый оттенок сам цвет красивый но внутри у него еще есть красивый очень шиммер блесточки здравствуйте тема у нас сегодня краски гелевые новиночка краски гелевый шторм девочки кто может напишите пожалуйста название темы чтобы я прикрепила новинка краски гелевые шторм я прикреплю чтобы у нас девочки когда заходить будут не спрашивали эфир конечно сохраним эфиры сейчас автоматически все сохраняются и постепенно мы их выкладываем так давайте я свет настрой чтобы хорошо было все видно и будем выкрашивать первый оттеночек всем доброе утро и так взяли кисточку кисточку берем шестерочку овальчик и начинаем выкрашивать краски девки в чем отличие красок от гель-лаков краска это все-таки жесткая более система чем гель-лаки цветные это гелевая система и сами красочки они имеют конечно немножечко друг друг другую структуру они плотнее и ложатся они тоньше наносим мы их отдельной кистью тонким слоем если вы хотите плотное покрытие тонкое покрытие то конечно это краски гель-лаки все-таки не лягут так как красочки у гель-лаков есть свои преимущества у красок есть свои преимущества красочки на самом деле очень люблю с тех самых еще пор как мы раньше работали только красками раньше гель-лаков не было естественно у нас были только краски и ничего другого просушивая это скажем таки любовь конечно останется на веки но тем не менее зачастую сейчас мастерам удобнее покупать цветники именно гель-лаковые потому что они более универсальны их можно наносить и на красочку спокойно ой на гелевую систему спокойно и на гель-лаковую систему спокойно как мы работаем всем доброе утро никогда не пробовала краски почему-то боялась девчонки ну так новинка краски так прикрепить комментарии все спасибо за помощь девочки прикрепила красочки гелевики не дадут мне вас обмануть краски конечно для гелевиков это прям любовь любовная они очень крутые они очень плотные они очень тонко ложатся идеально гель-лаковые мастера тоже могут ими работать но здесь огромное но девочки всегда старайтесь делать хорошее укрепление если вы покрываете гель-лаком тонко не рекомендую вам использовать краски потому что они могут на ноготках клиента просто потрескаться то здесь должна быть правильно выстроенная архитектура именно гель-лаком гель-лаковой базы только в таком случае их можно применять на гель-лаке в основном все таки конечно работают красочками больше классики для них это это как и для меня любовь навеки так это у нас оттеночек багровая ночь дальше следующий оттенок девочки он вообще вот нереально красивый я не знаю как его передать показать вам в полной мере на экране я его когда увидела я просто не смогла не влюбиться но я сейчас сейчас немного перевернула баночку и цвет цвет чуть-чуть растекся это все аккуратненько убирается и у нас с вами снова чистая баночка нереально красивый цвет вот я вообще чтобы вы понимали не люблю перламутр блестки до крупные блестки я очень люблю перламутровые оттенки на самом деле ну я к нему ровно отношусь но этот цвет посмотрите какие у него переливы какие у него блики это он сам цвет еще очень сложный он зелено-серо-голубой какой-то ну цвет просто пушка это настолько вкусно что даже вот при первом взгляде на него ты понимаешь что ты не можешь просто оторвать от него глаз конечно мы его выкрашиваем цвет называется ну название у него соответствующая небесный удар реально в точку потому что цвет сногсшибательный цвет очень красивым краски не прижились через две недели дают отслойки видимо лампа может быть девочки если краска не досыхает так же как и гель-лак она конечно может дать отслоечку здесь это имеет большое значение в любом случае плюс подготовка ногтевой пластины обязательно обращайте на это внимание смотрите 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 какой цвет это что-то вот что-то нереальное все все я хочу этот цвет точно и даже хочу себе на ногти прям хочу хочу притом он очень красиво смотрится и под матовым топом то что он перламутровый не означает девочки что он не может наноситься под мат нет на самом деле уже давно доказано что перламутровые и блестящие оттенки под матом под матом до под матовым топом смотрятся еще круче так отправляем его в лампу а я вам покажу как он смотрится под матовым топом смотрите вы видите вот все блестки под матовым топом они приобретают такую прям таинственность очень красиво то есть вот он под глянцем и вот он под матом цвет становится вот что-то такое прям дымчатая нереально красивый нереально красиво дальше 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 следующий оттеночек у нас будет импульс это вот такой красивый красивый нежный цвет смотрите вот перед эфиром все красочки вытерла но так как мы их с вами перевернули видите они чуть-чуть растеклись красочки всегда хранятся вертикальном только положении потому что иначе они у вас будут растекаться смотрите кстати кстати забыла вам показать вы видите у нас обновленные баночки уже вышли в этих красках то есть баночки тоже потихонечку будут обновляться если у нас старые баночки были вот с этим серебряным кантиком и у нас был серебряный логотип то новые баночки смотрите какие они милашные у них отсутствует вот этот серебряный кантик то есть у них крышечка одного цвета и лого стал уже наш новый в черном цвете и вот такие милаши получились прям классно и так оттеночек у нас импульс то же самое давайте поближе его посмотрим видите это бежевый цвет с таким золотистым шиммером тоже очень красиво кстати я думаю что он очень близко подходит к оттеночку из коллекции новый эгоизм вот кто не работает гель-лаками девчонки оттеночек видите тоже очень близки этот оттенок полюбился прям сразу всем всем мастерам всем клиентам это прям могу сказать сразу что это один из фаворитов из любимчиков от те новой коллекции краски мелкими крупиночками бывают в основном когда в них ну так же гель как гель-лаки когда в них добавляют шиммер блесточки то есть сами блесточки они как раз таки могут быть вот этими крупиночками в основном всегда девочки когда вы наносите цвет моментально выравнивается даже если есть эти крупиночки он прям выравнивается сразу смотрите вот он очень красивый оттенок видно да здесь шиммер тоже присутствует такие мелкие блестки на осень я считаю что это прям прям мега крутая коллекция чтобы не было скучно здесь присутствуют и нежные оттенки для любителей чего-то такого прям аля нюд вот и присутствует конечно и более яркие красивые эффектные оттеночки тоже для любителей конечно чего-то поярче это у нас оттеночек пацифика называется очень такой красивый красивый синий синий фиолетовый сказала бы даже оттенок синий фиолетовый оттенок тоже с небольшим таким красивым перламутром а тут видите вот сейчас мне кажется хорошо видно здесь и шиммер блесточки и перламутр присутствует очень красивый цвет такой глубокий вот все-таки камера не передает этот цвет смотрите у него в бликах присутствует фиолетовая нотка то есть он здесь чисто такой синий кажется на камере в реалии у него есть фиолетовый подтон такой в шиммере в перламутре как раз таки всем здравствуйте шикарная коллекция согласна полностью и смотрите насколько все таки давайте чуть-чуть отдалю насколько все таки сама упаковка передает всю коллекцию то есть здесь реально на упаковке можно увидеть какие оттенки содержится в данной коллекции она прям один в один соответствует этим цветам запрос был да на прошлой неделе как раз у меня был запрос в директ по этой коллекции мы решили не тянуть и сразу презентовать ее давно у нас не было на самом деле в эфирах презентации красочек как-то все таки эту тему мы ну не обходили стороной но давно не поднимали именно в эфирах смотрите какой красивый цвет на самом деле гелевых мне кажется мастеров классиков осталось не так уж и много кто чистые гелевики все таки большинство мастеров уже универсалы кстати напишите пожалуйста поставьте плюсики есть ли здесь среди вас чистые гелевики кто работает только с гелем и совершенно не работает с гель лаком вот прям чистые чистые мне интересно остались они здесь у нас или все-таки универсалы больше смотрите какой цвет пытаюсь вам поймать поймать оттеночек ну вот так видно шиммер но так цвет высветляется конечно но зато видно красивый перламутр прям пытаюсь поймать вам этот красивый блик ну так он и старой вот вот так наверное он ближе ближе к основному цвету смотрите как красиво какой красивый цвет ой девчонки на самом деле вас вас еще в принципе и много доброе утро из праги доброе утро прага я вообще новичок во всем привет новичкам девочки новички это тоже классно у вас у вас на самом деле впереди столько всего интересного вы себе даже представить не можете то есть это это даже можно сказать плюс огромный потому что вы сейчас для себя будете открывать все больше и больше новинок все больше и больше каких-то идей каких-то техник ну круто так следующий оттенок это у нас возрождение вот такой вот красивый фиолетовый он ну темнее немножечко в жизни на экране он чуть-чуть посветлей но очень красивый фиолетовый свет знаете такой сиренево-фиолетовый больше тоже новичок с новогодними декорациями они очень классно будут смотреться вообще согласно на сто процентов они в принципе очень классно будут смотреться в принципе ну я думаю что к новому году у нас выйдет еще и новогодняя коллекция поэтому их круто можно будет сочетать с новогодней коллекцией я думаю что это будет прям прям новый год новый год поехали смотрите красочки лучше наносить тонким слоем не пытайтесь им придать сразу в один слой толщину я знаю что есть мастера кто работает в один слой но в этом случае девочки у вас должна быть хорошая мощность лампы потому что краски они достаточно плотные вы видите что даже прозрачную типсу я в принципе с одного слоя достаточно хорошо перекрываю поэтому с толщиной старайтесь не переборщить все краски они наносятся немножечко по-другому не так как гель-лаки они наносятся достаточно тоненько кисть у вас лежит по поверхности видите практически плоско и вы прям прям тоненько нанесли свет работаем вот в такой технике и обязательно без нажима если вы будете нажимать на кисть то вам будет сложно распределить краску краска будет разбегаться поэтому кисть плоско и не надавливаем сильно не жмем на кисть но излишки излишки вот таким вот образом излишки здесь нам ни к чему это был красивый красивый такой фиолетово сиреневый оттенок называется возрождение и еще один цвет не менее интересны чем остальные вот она наша баночка это у нас буревестник вообще люблю вашу марку просто восторг спасибо девочки огромное за комплименты потому что я могу вас только поддержать я тоже очень люблю нашу фирму и кто бы мне что не говорил я очень люблю продукцию я считаю что продукция просто шикарно с тех пор как вышли первые наши продукты я работаю только на этой марки и ни на кого не променяю их потому что качество продукции она она просто на высоте она полностью отвечает всем моим требованиям а я очень пиндитный мастер поверьте я не возьму никогда в руки то что мне не нравится поэтому здесь я с вами на сто процентов согласна так красками работать быстро просто аккуратно не спорю ими кстати гораздо удобнее красками всегда подходить к кутикуле девочки вот здесь гелевики выигрывают потому что красочки нанести максимально под кутикулу гораздо проще чем гель лаки они наносятся гораздо удобнее за счет того что нанесение идет кистью и красочка достаточно тонко она не течет здесь конечно под кутикулу гелевиков огромное преимущество смотрите какой красивый цвет он не черный он не фиолетовый вот у него что-то такое прям необыкновенно пробу ближе взять цвет смотрите он черный серый фиолетовый очень глубокий цвет очень красиво вот видите когда на просвет ставлю его вот видно фиолетовую прям нотку шикарный вообще шикарный цвета очень крутые здесь не могу ничего сказать против вообще не вот цвета очень крутые и на осень идеальный просто это у нас был оттеночек шестой буревестник вот они шикарные цвета давайте чуть-чуть отдалю вот они все шесть шикарных оттеночков коллекция очень классная кто кто еще осень не приобретал девчонки вам очень повезло поспешите но помните всегда что красочки у нас всегда лимитированная коллекция особенно вот такие вот сезонные краски и поэтому девчонки кто еще не приобрел поторопитесь потому что вы знаете прекрасно что они могут закончиться так что кто не успел приобрести я думаю что стоит смело прям сейчас заказывать их смотрите какие классные они кстати уже в продаже то есть это даже не камин сун это уже в продаже хочу такую коллекцию себе хоть и не еще ничего это это хорошее вложение в свое будущее девочки напоминаю что приобрести всю коллекцию можно на ими shop.ru краски сейчас про продаются коллекциями то есть это именно коллекция поштучно такие красочки по моему если я не ошибаюсь поштучно их нет еще раз давайте вот выкрашенные все положу и сейчас что-нибудь что-нибудь сделаем с вами какие красивые смотрите вот она вся вся коллекция все шесть цветов и фолги осталось перекрыть их топом и все так ну что с ними можно делать на самом деле девочки делать с ними можно что угодно так девчонки ну у меня сейчас рядом помощника нет стопроцентно сказать не могу ну вот по каталогу смотрите последнее смотрю оттеночки 6 штук 5 миллилитров 2 500 поэтому это тоже красочки 5 миллилитров я думаю что стоимость такая же в наборах конечно всегда всегда немножечко выгоднее покупать поэтому в наборах конечно интереснее плюс сама коробочка она она очень классно смотрится и зачастую клиентам приятно смотреть даже вот на подачу то что вот эти все коробочки такие классные когда вы достаете прям при клиенте ну вообще у клиента лояльность повышается сразу на самом деле иногда кажется что там вот с коробочка что там ну подумаешь нет девчонки все таки складывается мнение клиента о студии о мастере обо всем вот как раз таки из таких мелочей казалось бы это мелочь но аккуратно аккуратный внешний вид аккуратные баночки чистенькие красивенькие это всегда приятно вы бы тоже хотели прийти я не знаю там в магазин верхней одежды когда там все чистенько красивенько аккуратно развешено по вешалочкам они тогда когда все валяется скомкано и так далее правильно то здесь это визуал играет очень большую роль всегда работать работать мы можем на весь ноготочек той же кисточкой той же кисточкой а если мы с вами хотим нанести красочку на часть ноготочка очень удобно использовать девочки кисть для френча скошенный квадрат сейчас я вам ее покажу потому что у вас кисть она в принципе уже подразумевает то что ей удобно будет делать обивочку клиенты обращают внимание на коробочке на на все обращают внимание нам казалось бы хотелось бы верить конечно в то что это не так но это действительно так представьте себя на месте клиентов какому бы мастеру вам бы хотелось прийти и у какого мастера вы останетесь когда когда все неаккуратно все заляпано ну просто стоят какие-то пузырьки либо когда все продумано до мелочей все это красиво сочетается в одном флаконе в одном месте когда у вас сервис хоть и не очень там пускай дорогой но тем не менее лежит там стоит вазочка с конфетками там я не знаю вы предложите клиенту чай кофе это все это все очень влияет на лояльность наших клиентов давайте возьмем вот этот мега крутой цвет я не могу конечно пройти мимо него у меня прям вот все это моя любовь я нашла свою любовь из этой коллекции прям нереальный цвет он даже на кисточке смотрится просто обожаю сложные оттенки вот я знаю почему я обожаю сложные оттенки в одежде во всем в цветах гель-лаков красок я была обожаю просто сложный цвет чем цвет интересней тем не интереснее с ним дружить смотрите то есть ну мне сейчас не очень удобно под камерой будет это делать но тем не менее это все делается максимально легко и просто то есть вы потом можете все это подвести тонкой кистью либо просто напросто сделать нашу любимую отбивку все помнят что такое отбивочка это когда мы с вами шармиконом или наил дрессом подчеркиваем как раз таки вот эту линию очень видите я очень тщательно снимаю излишки красочек кисть положила плоско прям плоско плоско и снимаю снимаю излишки красочки сделали подсушили и я нанесу второй слой в гель-лаках такой ну сейчас вот в новой коллекции такого не было возможно он появится но у нас очень много оттенков поэтому возможно что-то похожее тоже было и в гель-лак девочки я на самом деле все уже цвета даже не могу сейчас вспомнить но возможно такой цвет в гель-лаках тоже был знаете где я скорее всего коллекция у нас была как же она называется коллекция серых оттенков тотал грей до тотал грей у нас были вот похожие какие-то оттенки сто процентов помню так что кого из коллекция тотал грей поднимайте и и смотрите я думаю что там что-то похожее тоже было консистенция до консистенция конечно удобнее чем гель-лак но напоминаю еще раз девочки мастера кто не работает гелями кто работает гель-лаками гель-лаковую систему мы вводим краски очень аккуратно я все-таки стараюсь в работе использовать гель-лаки для гель-лаковой системы ну понятно что они универсальны и для гелевой системы красочки я преимущественно стараюсь все-таки использовать для гелевой системы либо либо на тех клиентах в которых я уверена что у них сто процентов все будет стоять намертво если архитектура недостаточно хорошо сделано если недостаточно укрепления девочки лучше не рисковать потому что может у вас все потрескать смотрите какой шикарный цвет сушим сушим красочки промежуточно также можно подсушивать 30 секунд если цвет плотный а у вас лампа допустим вы знаете что не очень мощная то лучше просушивать одну минуточку но когда вы работаете конвейером наносите по одному пальчику я люблю даже краски наносить по одному пальчику я контролирую процесс и у меня не будет нежданчика никогда вот лучше в принципе в принципе это все делать конвертным способом и тогда у вас пока одна ручка сохнет вы вторую наносите таким образом у вас все очень хорошо просыхает когда вытаскиваю да когда вы достаете цвет прямо с коробочки это очень да вот может даже даже принципиально коробочку подносить чтобы вот как раз был эффект вау подносить коробочку ставить ее на стол также вот как у меня спрашивают как можно показать свои ногти если я всегда в перчатках работаю девочки у вас есть момент приветствие есть момент прощания уходовой процедуры то есть момент релакса в конце небольшой пускай это будет маслица но вы можете это сделать без перчаток таким образом вы показываете дизайн вы показываете свое мастерство вы показываете что вы умеете делать на что вы способны также и здесь тоже самое в какой-то момент вы можете просто достать баночку из самой коробочки уже при клиенте смотрите маленький момент если я хочу использовать сейчас шармиконы в красках гелевых лучше мне все таки перекрыть красочку топом teclas то есть если в гель-лаках мы спокойно с вами снимаем дисперсию в красках это не прокатит краска это жесткий материал более жесткий чем гель-лак и здесь лучше нанести топ teclas дисперсию не снимать поэтому покрываю топом teclas тоненько и отправляю на просушку просушиваем хорошо одну-две минутки чтобы у нас все хорошо носилось чтобы шармиконы стали намертво одну-две минуточки и в принципе мы можем потом делать с ними все что душе угодно так я хочу сейчас взять я хочу сейчас взять вот такие шармиконы это у нас 195 шами кончик art is life так и наверное наверное возьму вот такой вариант это здесь круто будет ну давайте со следующим цветом круто будет использовать какой-нибудь даже вот такую графику давайте со следующим цветом с вами что не такое используем подсушили теперь берем консетик следить надо за временем чтобы у нас время не стекло здесь есть очень классно вот такие вот смотрите отбивочки очень интересно смотрятся они мне прям понравились так теперь важно очень приклеить это все ровненько все ровненько тщательно прижимаем и разглаживаем всегда шармиконы чтобы они прям приклеились если вы хотите что-то передвинуть то это нужно сделать до тех пор пока вы тщательно не приклеили шармикон как только вы его разгладили поверьте вы его не переклеить и это будет очень сложно сделать в этом случае только снимать рвать его и выкидывать потому что они реально клеятся намертво и девчонки те кто пишет что там шармиконы не клеятся значит что-то вы неправильно делаете потому что шармиконы они настолько круто приклеиваются то есть либо в т-класс недосушивается либо вы у вас осталась какая-то дисперсия на поверхности это номер шармиконов сейчас я постараюсь вам подсказать это будет сложно сделать так как у меня не все шармиконы идут вот есть это номер 194 вот эти отбивочки полосочки там шармиконы номер 194 и сюда можно добавить очень классно будут смотреться смотрите вот эти вот кайфовые очень шармикончике тоже тут в принципе вот такой есть вариант вот такой есть вариант на самом деле тут масса вариантов прям вот хочу сейчас что-нибудь что-нибудь интересное сделать очень люблю вот такие варианты они вроде бы простые но в то же время так сейчас центр сейчас покажу вам на камеру смотрите если шармикон не до конца еще приклеен то его можно вот так взять и подвинуть если вы его еще не прижали поэтому сначала слегка его приклейте посмотрите ровно неровно и потом только после этого уже прижимайте окончательно приглаживайте не захотела сделать не захотела сделать сверху покрываем либо глянцевым либо матовым топом мне очень нравится и в глянце и в матовом но конечно я фанат матового топа нашего вельвет у него нереально крутой эффект такой прям бархатистости прям он даже на ощупь настолько интересный настолько прям 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 крутой и что самое что самое главное для меня что он носится и на светлых и на темных оттеночках это очень важно потому что зачастую сталкивались со старыми топами с тем что клиенты просили на какой-нибудь очень светлый цвет номер шармикона с надписями да вот этот номер шармикона это сто девяносто пятый сто девяносто пятый а вот этот номер шармикона это сто девяносто четвертый вот прям у меня смотрите есть подписаны варианты чтобы можно было вам заскринить вот смотрите вот это сто девяносто четвертый вариант это сто девяносто пятый вариант номер почему вариант не знаю номер 195 и 194 это из последних декораций сегодня презентую вам новые декорации в эфире вечером ближе к вечеру в 5 часов 17 00 на аккаунте екатерина мирошниченко мы с вами проведем эфир по новым декорациям то что у нас будет с вами буквально вот-вот каминг-сун выйдут новые варианты декораций тоже осень и зима 2021 года так он при открытии образует ямочки при покрытии тонкий слой невозможно девочки просто напишите пожалуйста в директ либо вот сюда на имя official что у вас вот такая-то ситуация либо вашему менеджеру с которым вы работаете обратитесь к ним если у вас есть дистрибьюторы или менеджеры обратитесь к ним либо напишите в директ и конечно с этой ситуации всем будут разбираться смотрите какой какой интересный вариант дизайн у нас получился видите вот насколько давайте приблизим смотрите насколько интересно смотрится даже под матовым топом этот цвет он просто как будто где-то внутри горит вот такой вариант с красочками у нас с вами получился дальше дальше я предлагаю сделать что-то что-то прям интересненькое прям интересненько хочется сделать давайте попробуем совместить каких-нибудь два оттенка два оттенка в градиенте ки я думаю что тоже очень будет круто смотреться вот какие-то из этих оттенков можно в градиент запустить я все пытаюсь вам цвета передать круто да девчонки крутые оттенки крутые цвета так давайте снимаю эту этот вариант уже готовый наш и делаем новую как у нас делается градиент градиент красками в принципе также как и также как и гель-лаками давайте вот этот попробуем вертикальный градиент хочу сделать делается он кистью наносим на одну сторону один свет и прям прям растягиваю его градиент можно делать по сухому можно делать по мокрому по сухому это когда вы вот так вот растянули и взяли просушили по мокрому это когда вы наносите сразу второй цвет рядышком и начинается между собой эти два оттенка смешивать можно кисточку с одной стороны макнуть в один цвет с другой стороны в другой цвет и поехали сверху вниз два оттенка перемешивать туда-сюда чуть-чуть амплитуду берете в одну сторону в другой чтобы у вас граница была прям максимально красивая здесь хочет хочу чуть-чуть убрать красочку вытерла кисть и излишки сняла красивый будет градиент особенно в два слоя когда мы нанесем его такой будет прям прям классно и вытерла кисточку и делаю то же самое вторым слоем сейчас первый просыхать вторым слоем делаем тоже самое девочки это обычная кисть это овал номер 6 вот такая вот кисточка овал номер 6 они представлены в нескольких вариантах каталог найду сейчас я вам в каталоге покажу эти кисти чтобы вы видели и понимали о чем я говорю страничку с кистями найду нашла давайте найдем их каталоге вот смотрите вот они эти кисточки это у нас овал номер 6 и овал номер 4 то есть шестерочка который я сейчас работаю четверочка получается она чуть чуть меньше она мне здесь есть только не презентабельная вот видите она чуть чуть меньше ворс по длине такой же но она уже получается она рабочая уже менее презентабельная в принципе вы на клиентах можете использовать любую из них любую из них здесь не важно какой вам удобней той вы и можете работать и наносим второй слой краски также тонко на одну сторону нанесли один цвет растушевали красками очень удобно делать на самом деле особенно горизонтальный градиент они не текут вертикально градиент они не текут с ними ничего не будет то есть это вот прям настолько близко и быстро и удобно мне такой прям градиент очень близок и пошли между собой в одну сторону амплитуду делаем другую сторону если видите что какого-то цвета больше получается можете на кисть набрать немножко недостающего и вот таким вот образом их между собой прям перемешать вверх-вниз надеюсь было видно что я делала то что почему-то посмотрела а я конечно была сильно высоко я задела провод мне просто телефон стоит на зарядке вот он у нас такой вот красивый градиент получился мне почему-то сегодня не хватает света мне прям хочется еще светлее сделать экран вот такой вот классный что классно в красках они не текут они не текут поэтому то что я вам сейчас показываю красками до градиент проще делать девочки красочками удобнее градиент делать потому что красочки не растекаются у красочек плотная текстура видно отлично если видно лампу включила так что мы здесь мы можем сделать но здесь темный цвет если мы сделаем просто что-то темное будет невинно о давайте сделаем вот такой вариант мне очень нравятся вот эти декорации очень нравится такая классная абстракция получилась прям 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 крутая это шармикон номер 187 подписан 187 очень крутая прям абстракция так и что мы сюда еще можем добавить что угодно в принципе где у нас слова мы можем отсюда что-нибудь тоже добавить к этим шармиконом будет очень круто смотреться вообще на самом деле сочетание золото с черным она очень актуально и вот если кто-то переживает что на осень темные цвета плюс золото будет смотреться как-то вычурно нет девчонки на самом деле если вы не перебарщивать она будет смотреться очень очень утонченно и красиво я покрыла много точек только топом т-класс для того чтобы приклеить шарми он и помещаю в лампу в этот момент я пока выбираю да и под вельветом очень классно смотрится на гель-лак еще раз остановлюсь на гель-лак краски можно в том случае если у вас правильно выстроенная архитектура хорошо укрепленные ноготочки если вы покрытие делаете гель-лаком базой тонкая то краска может потрескаться за счет чего краска это жесткий материал то есть это гелевая система гель-лак это мягкая система и когда у вас внизу ваза будет вместе с ноготочком двигаться краска сверху может жестко потрескаться поэтому если ноготь хорошо укреплен и не будет двигаться то очень даже можно так берем и те и те декорации и что-нибудь добавляем интересное вот эти мне очень нравится варианты черно-золотых шермиконов мой лайф из арт и к ним можно что-нибудь что-нибудь делать вот из таких листики вот такие варианты то есть здесь здесь смотрите насколько сколько интересного можно добавить вот мне хочется допустим вот так сделать и вот так добавить листик такой осенний вариант маникюра ну и конечно я могу перекрыть все это матовым топом что мне нравится под матовым топом под матовым топом очень красиво начинают играть и краски и шермиконы то есть их четко видно становится ну вот какой-то такой эффект получается под матовым топом прям прям четко различимы становятся все элементы дизайна просушиваем даже после нескольких секундочек просушки уже уже топ становится матовым доставка заказа девушки не поняла вопрос смотрите красиво получать такой же вариант дизайна вы можете сделать очень круто будет смотреться если фиолетовый будет посередине взять как бы тремя цветами синий фиолетовый и синие очень тоже интересно будет смотрите как классный классный вариант получился такой красивый градиент прям прям за счет еще перламутра он видите вот за счет блесточек он такой получился какой-то прям припыленный нереально круто смотрится градиент он как сияет градиент этими красками так ну что девчонки у нас время подходит эфирах концу мы с вами сегодня познакомились с новой коллекции красок краски гелевые шторм очень крутая очень красивая коллекция давайте покажу вам попаковку еще раз вот такая вот коллекция красочек гелевых называется шторм это коллекция осень зима 2021 красочки осенние уже идут очень красивые и мы с вами даже сделали сегодня несмотря на то что эфир у нас вылетел предательски мы с вами даже сделали два варианта дизайна с ними смотрите какие крутые оттенки надеюсь что эфир вам был полезен что нам понравился жду вас всего сегодня в 17.00 на аккаунте екатерины мирошниченко немножечко посмотрим за новыми декорациями